Активисты решили больше не ждать. Запреты нарушаются, говорят они, землю и строительный мусор привозят на озеро Дикой Утки постоянно. Поэтому решили изменить ситуацию. 22 апреля у озера Дикой Утки появилась траншея, по которой вода сливалась в соседний водоем. Больше чем за месяц озеро заметно осушилось и стало напоминать болото. Активисты решили эту траншею засыпать землей. Мы в экстрем порядке, как только узнали, вышли, чтобы, собственно говоря, остановить спуск водоема. Обратились в госорганы. Сейчас вызвали наряд полиции, чтобы зафиксировать, чтобы впоследствии возбуждать уголовное дело. То есть это, я уж не буду громко ругаться, сами все прекрасно видите, что происходит. Так как земля муниципальная, она принадлежит всему населению города Рязани. Поэтому мы сочли правильно выйти и засыпать. Мимо активистов прошел охранник, который раньше на съемочную группу в буквальном смысле нападал. Теперь же он прошел мимо. Да и не охранник, он говорит, а просто мимо проезжал. Канал засыпали, соорудив небольшую дамбу общей высотой меньше метра. Как говорят сами активисты, для полного восстановления воды в озере надо насыпь увеличить. Стоит отметить, что 21 мая губернатор Рязанской области Николай Любимов велел закрыть все подъезды к озеру Дикой Утка, чтобы не допустить его дальнейшей засыпки землей. Однако 29 мая груженные грунтом КАМАЗы продолжают приезжать на озеро. Активисты рассказали, что за 40 минут их работы приехали 4 таких КАМАЗа. Они также вызвали на озеро Дикой Утке полицию и написали два заявления о преднамеренном уничтожении водного объекта и продолжении свалки мусора на берегу озера. Провели и одиночный пикет. Стояли у дороги с плакатами с громкими надписями «Война с чайками. Позор Рязани» и другими. Стоит отметить, что судьба озера Дикой Утке зависит от того, признает ли происхождение озера природным или нет. Игорь Кочетков рассказал, что рязанский ЦГМС экспертизу провести не может. В настоящий момент активисты собирают деньги на экологическую экспертизу. Если будет доказано, что озеро природного происхождения, то возможен иск в суд об изъятии водоема из частной собственности. Экспертизу, чтобы не было давления на экспертов, взялась делать иногородняя организация. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».